Всем привет! Как всегда, спасибо за то, что слушаете мои слова, что смотрите эти ролики, что пишите комментарии. Это немаловажно, потому что в комментариях самое интересное начинается. Все, что я говорю, это лишь посыл, задел для того, чтобы мы спорили, обсуждали ту или иную пластинку, обменивались информацией и вообще общались. Ну и напоминаю вам о существовании плейлистов. Там очень много уже пластинок показано, поэтому посмотрите, вдруг то, что вы хотели увидеть в моих руках, вы можете увидеть, покопавшись в плейлистах. Ну а сейчас я хочу сказать, что благодаря комментариям, опять-таки, столько разговоров было про стоунер. Меня там поправляли всячески, говорили, что стоунт – это состояние укуренности, что музыка стоунер – это музыка укуренных парней. Это не так, скажу я вам, потому что стоунт, как пела группа Rolling Stones в песне «Стоунт», да, стоунт – это состояние, состояние одурения, отупения, окаменения, если хотите знать, да, такой окаменевший, офигевший человек. И способы, благодаря которым человек достигает этого состояния окаменелости – это совершенно не обязательно употребление наркосодержащих препаратов. Разными путями можно окаменеть. Можно накуриться, да, можно напиться, можно музыке наслушаться соответствующей, а можно просто призадуматься и окаменеть. Такие мысли одолели меня, что я абсолютно ничего не могу даже и сказать. И вот это стоунт, да. Ну, а музыка стоунер, она соответствует вот этому человеческому состоянию человека, да, состоянию артиста, и погружает слушателя в такое же состояние. Вот это самое стоунер-рок. И стоунер бывает разный, да, голубой и красный, да, как в одной песне советской поется. Голубой не в смысле то, что многим показалось, а это просто слова из песни. Ну, стоунер бывает разный, да, бывает фолк, бывает не фолк, бывает тяжелый рок, бывает не совсем тяжелый рок. И вообще вот этот самый стоунер, он вплотную совершенно соприкасается с тем, что называется «спейс-рок». Вот я опять пошел по терминам. Ну, так, чтобы было понятно. Для себя я это все совершенно по-другому формулирую, точнее, вообще не формулирую. Меня тут спросили, кстати, в комментариях, как вы можете с одинаковым восторгом слушать «Дефтонс» и «Лед Зеппелин». Да вот так вот, потому что я не слушаю стиля, я слушаю музыку. Мне абсолютно наплевать, как называется тот или иной стиль и даже как называется та или иная группа, на самом деле. Я ставлю пластинку, слушаю и слушаю музыку, слушаю, как звучат инструменты, какие играются партии, как поется, как все это звучит, как это передает ли это ощущение какое-то, возникают ли во мне эмоции какие-то. Вот и все. А как это называется, мне вообще наплевать, честно говоря. Но, чтобы было понятно тем, кто слушает стиля, оперирует стилями, вот этот самый «Стоунер» и «Спейс-рок» и «Сайкоделик-рок» — они просто близнецы-братья, на самом деле. И в этом смысле первый «Стоунер» группы я могу назвать группой «Пинк Флойд». Чистый «Стоунер», если брать пластинку «Медл», можно назвать ее «Спейс-роком», можно назвать ее «Стоунер-роком». И то, и другое будет абсолютной правдой. Так что про «Стоунер», ежели… Вот есть очень хорошая группа, называется «Дэд Медл», «Мертвый лук», «Луг» в смысле, да. У меня, к сожалению, всего две пластинки, их то ли семь, то ли восемь уже у «Дэд Медл». Если у кого-то есть «Дэд Медл», я с удовольствием могу поменяться на что-нибудь из своей коллекции, потому что я с восторгом просто слушаю этот коллектив американский из города Вашингтона. Правда, они переехали вот перед записью вот этого альбома в 2008 году, который называется «Old Kraut», пишется с буквой… Пишется по-другому пишется, короче говоря «Old Kraut», «Kraut» называется он. Перезапись этого альбома они переехали в Калифорнию, и в 2008 году вышла вот эта пластинка «Old Kraut», двойная, очень хорошая, она мне нравится. И еще один альбом 2018 года вот у меня присутствует в моих руках «The Nothing They Need», он называется. Они немножко разные, эти пластинки. Здесь «Stoner» с присутствием акустических гитар большим, местами даже чуть-чуть похоже на Led Zeppelin, где-то чуть-чуть в одной песне, вот, с элементами так называемого фолка, а здесь безо всякого фолка, тут уже чистый, вот, для тех, кто любит этот самый «Stoner» гитарный, это просто одно сплошное удовольствие. Вот еще раз покажу вот этот альбом под названием «The Nothing They Need», имейте его виду 2018 год. Группа образовалась, не помню в каком, в 1998 году в Вашингтоне, записали несколько альбомов, большой популярностью пользовались в узких кругах любители «Stoner» и различные альтернативные авангардные музыки, в том числе спейс-рока, психоделического рока, этого самого «Stoner», это было трио. Трио состоит, я сбываю фамилии не только музыкантов, но и вообще людей просто, потому что очень много в голове всего, поэтому я записываю Джейсон Саймон, гитара-вокал, Стив Килл, бас и Марк Лафлин, ударные. Марк Лафлин ушел через некоторое время, и потом, правда, сейчас он опять вернулся, а вот этот альбом записывал Стивен Маккарти на ударных, если я не ошибаюсь, или, может быть, Лафлин уже вернулся, по-моему, нет. И, конечно, для понимания музыки «Stoner», «Dead Meadow» вещь необходимая, ну, необходимая, потому что это, понимаете, в чем дело, эта группа, она мне нравится чем? Что в ней не чувствуется, хотя записано все круто, здорово, очень качественно, но в ней не чувствуется такой вот работы шоу-бизнеса, когда приходят люди, заключившие контракт в хорошую студию, как там Black Sabbath, да, и с мощным продюсером пишут овердаббинг, накладывают партии, дозаписывают, перезаписывают вокал, все равняют, все обрабатывают, потом сложнейший мастеринг в другой студии уже где-нибудь там в «Electric Ladyland» в Нью-Йорке происходит, и все, вот это такой сверхкоммерческий продукт получается. При всей моей любви к Black Sabbath я очень люблю, там первые шесть альбомов, например, это супер, но здесь этого совершенно нет, все записано, да, в студиях, в хороших, все здорово, но звучит, просто вот группа играет себе, играет, безо всяких вот этих наворотов каких-то коммерческих, просто играет мрачно, но не страшно, хотя тут такая вот картинка, картинка соответствует тому, где записывался этот альбом 2008 года. Они начали его записывать в гостевом доме басиста Стива, семьи басиста Стива Килла в лесу, дом огромный был, высоченные потолки, залы какие-то такие, поставили барабаны, все это резонировало, реверберация, и так мы зарубили стонер свой медленный. Записали в этом доме, потом овердабинг делали все-таки, и сводили уже в Лос-Анджелесе, по-моему, если мне память не изменяет. Но звучит все так, как будто прямо из дома этого и не выходили, вот в этом диком лесу. Очень классно. Прямо вот с первой песни, если начать, Электрическая гитара пошла, бас, вроде такой чос-чос-чос, потом дошли до середины и погнали вперед быстро, но медленно, как положено Стоунеру. Играют быстро, но медленно. И замечательный гитарист, этот самый Джейсон Саймон. В одной из рецензий я прочитал, что в группе Dead Middle главную функцию внесет не голос Саймона, не барабаны, не бас, и даже не гитара, а квакушка. И квакушкой Саймон пользуется не хуже, чем Джимми Хендрикс. Правда, по-другому. Но очень классная гитарная игра, замечательная соло, просто, но все это, все это так, ух, как звучит круто. И на этой пластинке я бы выделил песню Till Kingdom Come на второй стороне первого альбома. Это такие гитарные слои там наиграны просто Саймоном. Так это, ну это для любителей гитарного рока тяжелого, стоунер-рока. Это просто сплошное наслаждение, сплошной восторг. Замечательная песня Seven Sears, первая на втором диске. Вот она акустическая, практически в одном аккорде, с тампурами, с таблами. И вот она отдаленно напоминает Led Zeppelin, только она очень мрачная, потому что она в одном аккорде, безо всяких вот этих пейджерских чудес наворотов. Все серьезно, все очищено от шелухи. Все просто песня, как она есть. Парни вышли и сыграли. Seven Sears, The Great Deceiver, следующий номер, хорошая. Очень штука тяжелая, в меру быстрая. Вот песня The Queen of All Returns, на третьей стороне, закрывающая третью сторону. Она, как любит Dead Middle, состоит неожиданно из трех частей. Причем части меняются как-то так вот, без предварительной подготовки. Начинается медленно, потом вдруг та же самая песня с другой голосовой линией играется быстро, как вторая часть, и потом третья часть еще в третьем решении, в третьем размере, в третьем темпе. Все это одна песня, как бы все хорошо. Но это не ЕС из нескольких частей, да, это просто неожиданно играется по-другому. Одна и та же песня. В общем, очень интересно. Hard People, Hard Times, на четвертой стороне, предпоследняя песня для любителей настоящего тяжелого рока. Вот что я могу вам сказать. Гитара, кстати, мне с нами напоминает очень гитару Нила Янга, когда он играет электричество, и когда он играет свои гениальные соло, состоящие из одной ноты или из двух. Вот очень похоже, хотя Саймон наворачивает достаточно много иногда, а иногда немного. Что касается вот этого альбома, 18-го года, то песня под названием Keep Your Head, самая первая, я бы для себя назвал ее одной из лучших песен тяжелого рока вообще, из всех существующих. Включая там Black Sabbath, Deep Purple, Далла Дзеппелин. Если набрать там 50 песен, любимых 50 песен тяжелого рока, то Keep Your Head туда войдет. Это просто шедевр, это тяжелые шаги даже не командора, а командира отца вселенной, я бы сказал. Вот, Keep Your Head. Гитарная игра фантастическая, и здесь гитаризма гораздо больше на этом альбоме. Для любителей тяжелой гитарной игры тут полный кайф. Открывает вторую сторону, The Shaky Hand Is Not Mine. Это образец гитарного перегруза. Что такое гитарный перегруз настоящий, можно услышать здесь. Так же, как и в песне, которая закрывает первую сторону Nobody How. Гитарный перегруз, но главное в этом смысле, это Нил Янг, конечно, который использует гитарный перегруз в качестве инструмента отдельного. Здесь они переплюнули Нила Янга, и здесь вот в песне The Shaky Hand Is Not Mine, перегруз уже, вот когда он доходит до того, когда начинает дрожать звук, вибрировать, когда уже динамики в комбе уже не выдерживают, вот они вот сейчас порвутся уже совсем, уже пошла заводка такая, что все дрожит, все хрипит. Вот это полный, конечно, кайф. Вообще, вот эта пластинка, она очень интересная именно гитарным перегрузом. Ну, кроме того, хорошие мелодии, все поется очень спокойно, отстраненно, и как один критик написал, что такое ощущение, что... А, про этот альбом как раз он говорил, что этот альбом дает надежду на дальнейшую бодрость музыки, хотя у музыкантов это не касается, потому что бодрости здесь такой вот, внешней бодрости никакой нет, такое ощущение, что эти парни вообще уже умерли. и откуда-то с другой стороны нам играют и поют, музыка вот именно такая. Так что я очень советую два вот этих альбома, 2008-2018, а если у кого-то есть Dead Middle в коллекции, я с удовольствием приму в дар. Ну, это я шучу, я на что-нибудь поменяю. Так что, Стоунер это очень классная музыка, я пошел пить. Пока.